Лечить или не лечить В последних нескольких месяцев уже этот вопрос поднимается. Принуждать к лечению, не принуждать. Почему? Больных стало больше или в чем причина? Этот вопрос на самом деле давно стоит. Я сколько работаю, все время к этому вопросу возвращаемся. Потому что очень длительный курс лечения и на самом деле не каждый человек выдержит этот срок. И все время говорим о том, что если бы было принудительное лечение, мы бы и пролечивали больных, а они бы выходили уже здоровыми к нам в окружение. А до сих пор и не принят этот закон. И нам сложно сейчас, потому что часть людей, которые лечатся у нас, чувствуют себя здоровыми, так как клиника бывает уже на последних стадиях заболевания. Они прекращают лечение и уходят. Уходят. Обычно курс лечения около двух лет. Это лекарственно устойчивый туберкулез два года, да. Лекарственно чувствительный 8-10 месяцев. Ну и действительно, наверное, сложно, когда человек лечится-лечится, а потом для чего это все нужно и уходит. Вот какие последствия? Человек, который не чувствует каких-то симптомов, скольких людей он может заразить? Насколько опасно вот такое вялое течение туберкулеза? Ну, по статистике говорят, человек 10-15, он за год может заразить. Опять же, где он, в какой среде обитает, да. Он ездит и вообще в общественном транспорте и входит в магазин, где люди. И с ними соприкасаются. Поэтому, конечно, на самом деле опасен человек больной туберкулезом. А какова, в принципе, у нас картина в крае по заболеваемости туберкулезом? Ну, вообще у нас за последние пять лет очень хорошая тенденция. У нас хорошо снизилась заболеваемость по туберкулезу. А в чем причина? Причина? Ну, я думаю, что тут несколько факторов, да. Очень важно это раннее выявление туберкулеза. С этим работает общая лечебная сеть, да. Профосмотры, флюорографию своевременно делают. Чем раньше выявят туберкулез, тем легче его вылечить. А вторая причина, я думаю, что у нас с 2014 года в нашем учреждении приобретен аппарат молекулярно-генетической в обследовании МакРоты, да, называется Дженэксперт, что позволяет не только своевременно выявить палочку туберкулеза, но и определить лекарственную устойчивость на ранних этапах к основному препарату, это рифампицин. И мы тогда, что нам позволяет, своевременно начать правильное лечение туберкулеза. Вот у нас, получается, пять лет уже работает этот аппарат. Поэтому мы видим положительную динамику. И также лекарственное обеспечение. У нас две программы есть, да, федеральный закуп от лекарственного устойчивого туберкулеза препарата приобретаем. И за счет регионального бюджета мы приобретаем препараты для лекарственного чувствительного туберкулеза. А кто болеет чаще? Какие социальные группы, возраст? Какова картина, если можно так сказать? Портрет больного? Чаще болеют мужчины, больше болеют мужчины все-таки. Возраст, наверное, больше от 30 до 40 лет. Ну и, конечно, люди, которые социально неадаптированные, чаще безработные. Вот флюорографии раз в год. Достаточно ли? Либо нужны какие-то дополнительные исследования, чтобы обезопасить себя и провести профилактику? В нашем регионе при то, что учитываем нашу заболеваемость, достаточно раз в год. Те регионы, которые более благоприятны в ситуации по туберкулезу, там один раз в два года флюорографию проходят. Обычно этого достаточно. Единственное, что смотрим еще по симптомам. Если человек чувствует себя больным, обязательно надо обращаться к врачу. Елена Васильевна, вот при разработке закона о принудительном лечении туберкулеза, я полагаю, безусловно, обращались к медицинским специалистам, какие бы от вас рекомендации и положения внести в этот закон. Вот скажите, что бы облегчило ситуацию, как нужно лечить, как нужно принуждать, чтобы человек действительно услышал, внял и пошел лечиться? Какие шаги должны быть приняты? Я понимаю, что принудительное лечение, это должно быть стационар закрытого типа. Если больной с бактериовыделением, выявлен туберкулез, все-таки, я думаю, наверное, разработают там какие-то методики, если человек лечится аккуратно, без перерывов и никаких замечаний нет, ну, он лечится спокойно. Если, например, там отрыв раз или два, тогда его мы помещаем в учреждение закрытого типа, и до того, пока он становится незаразен, мы его оттуда не выпускаем. А кто его должен отловить, извините за вот это слово, да кто должен его привезти в это медучреждение, если человек просто скрывается? Ну, наверное, должны помогать нам правоохранительные органы, медицинские работники не справятся. Но этого механизма пока нет? Нет. Есть механизм у нас, если вдруг есть отрыв, то через суд, но это длительная процедура, все-таки у нас юрист занимается с участковым афтезиатром, с медсестрой, с судебными приставами, но пока не доработана до конца эта система, то есть суд признал, что он нуждается в принудительном лечении, его доставляют к нам, но так как учреждение незакрытого типа, он в тот же день может собраться и уйти, его никто удержать не может. Ирина Васильевна, в Бийске недавно закрыли на ремонт противотуберкулезный диспансер, и слухи это или нет, вот поясните, пожалуйста, с точки зрения медицинской, возможно ли, что всех больных с открытой формой туберкулеза распустили домой, на улицу, то есть они оказались среди людей, здоровых людей. Возможно ли такое? Нет, на самом деле это не так. Учреждение закрыли из-за того, что там аварийная ситуация, здание, но наш Минздрав сделал приказ по маршрутизации, и тех пациентов, которых нельзя было отпустить домой лечиться на амбулаторное лечение, либо они по состоянию здоровья не могут находиться дома, либо у них бактерии выделения. И мы их перераспределили в другие организации, в том числе и в Барнау, в наш тубдиспансер, и отправляли в Шалабулиху. То есть и те пациенты, которые выявляются сейчас и нуждаются в стационарном лечении, они непосредственно направляются к нам. Чего вы ждете от закона о принудительном лечении? Какого результата, если говорить в идеале? Ну мы надеемся, что все-таки мы снизим заболеваемость до тех цифр, которые у нас в Центральной России. А какие цифры в Центральной России? Насколько мы отличаемся? Ну, наверное, в два раза это точно. Если у нас сейчас заболеваемость 87, то там меньше 40. Вы в процентах? Нет, это на 100 тысяч населения. 87 человек на 100 тысяч населения? Это много? Да, да. У нас в 2013 году было 110 человек на 100 тысяч, а сейчас у нас 87. Я считаю, за 5 лет это очень хорошая тенденция. Но, тем не менее, не так, как Центральной России. Тем не менее, нам до Центральной России пока еще далеко. Спасибо вам огромное за беседу и за лечение больных. Мы беседовали сегодня с Еленой Тангревердиевой, заместителем главного врача по медицинской части Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. И говорили мы о том, лечить ли принудительно больных туберкулезом. До встречи.